Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжается матч на первенство мира, который проходит сейчас в Москве. Сегодня состоялась 10-я партия, и она не нарушила равновесие сил. По-прежнему соперники держатся вровень. Вот они, кстати, на ваших экранах. Очередная партия закончилась ничью, счет 5-5. Мне приятно, что на матче царит такая дружеская атмосфера. В принципе, это в традициях матчей на первенство мира, когда соперники анализируют сыгранные партии, в прежние времена, кстати, они это делали намного дольше, чем сейчас. Сидели за доской, там подолгу разбирали. Сейчас все, конечно, происходит намного динамичнее. Игроков зовут на пресс-конференцию, и там они уже рассуждают о сыгранной партии. Сегодня произошло очередное дебютное откровение, которое, конечно, заставляет все больше и больше уважать и без того уважаемого Бориса Абрамовича Гельфанда. Его дебютная подготовка, судя по всему, широка невероятно. И на самом деле, непосвященным даже сложно себе представить, насколько это титанический труд. Вот представьте себе, что напротив вас сидит чемпион мира, в принципе, игрок очень универсальный, играет и D4, и E4, и везде у него есть всевозможные возможности для уклонения. В том же Грюнфельде вариантов 20 надо изучать и везде припасти какие-то камушки за пазухой. И после E4, как было сегодня, мы все думали, что в Челябинском варианте Анант что-то преподнесет, а он, на самом деле, удивил всех раньше. Сыграл вариант Рассалима. Я называю это испанков-социлянки. Белые сначала развиваются, и лишь затем атакуют центр. Но оказалось, что и здесь, хотя этот вариант в общем сицилянской защите, пожалуй, 15-й по счету, и здесь Гельфанд преподнес сюрприз E6, хотя более популярно G6. Теперь черные собираются поставить коня на E7, после чего размена на C6 будет уже не столь актуален, поэтому белые меняются сразу, портят черным структуру. И вот еще раз оцените масштаб подготовки Гельфанда. Здесь основные ходы 2-0 и D3. А вот чемпион мира избрал ход B3, третий по популярности. Собственно, белые собираются поставить слона на B2, пешку на E5. Вот здесь практически без раздумий, то есть по памяти Гельфанд сыграл E5 очень быстро. Идея очень проста, вот стрелочками она обозначена. Черные собираются поставить пешку на D6, сыграть F5 и, в общем-то, получить перевес. Поэтому белые практически обязаны здесь идти в клинч на первых ходах. Конь E5, ферз E7, в общем-то, это немножко напоминает русскую партию, но, конечно, отдаленно. Ну, играть D4 здесь, наверное, не очень хорошо, там возникают размены в центре и практически равное окончание, слон B2 и D6. Ну, здравое, здравое действие. Теперь конь должен возвращаться, ну, если вернуться на F3, то просто ферзь бьет E4, там размен ферзей происходит совсем ничего, у белых нет. Поэтому конь C4 более, более актуальный вариант. Теперь черные должны воздержаться от взятия на E4. Хотя это было в предыдущей партии, в предшествующей, я бы так сказал, партии, шапошников-бочаров. Здесь после конь E3 у белых возникает приятная перспектива рокировать и атаковать застрявшего в центре черного крыля. Именно этого нельзя как раз допускать. Там белые выиграли, ну, конечно, не безошибочная была партия. Гельфанд сыграл намного сильнее. D5. Вот. Теперь очень важный момент. Очень важный момент. Анан здесь долго не думал, хотя, конечно, рассматривался конь E5. Вот надо смотреть, что будет дальше. F6. Здесь белым, конечно же, важно не попасться в ловушку, не сыграть ферзь H5, G6 и не взять, потому что здесь после ферзь E4 под боем и король, и конь белые остаются без фигуры. Актуально конь бьет C6, ферзь бьет E4 и, например, король F1. Король F1, после чего у белых лишняя пешка, у белых лишняя пешка, но вся штука в том, вот возвращается ли домой этот конь с C6. Видимо, надо играть опять, и я так подозреваю, что вот с этим конем могли быть проблемы. Ну, совершенно очевидно, что в ответственный момент на такой вариант без подготовки решаться нельзя, потому что бесславно проиграть белыми в столь ответственный момент, ну, это полнейшее безумие. А Анант известен как шахматист практичный. Ну, к тому же, до этого момента Гельфанд играл настолько быстро и уверенно, ясно было, что он может и к этому быть хорошо готов. Поэтому последовал конь E3, ход здравый. Опять-таки, белые ждут хода ферзь бьет E4, и после 2-0 они будут атаковать со страшной силой. Но последовал более сильный ход D4. Забавно, что постоянно черная пешка гоняется за белым конем. Но вот после конь C4 она уже ход назад сделать не может. Пришлось взять на E4, но теперь отход на F1 вряд ли заслужил внимания, потому что ладья H1 надолго оставалась вне игры. Размен на E2. И вот возникло это окончание, но здесь оно уже неизбежно, в котором Гельфанд начал задумываться. Я так полагаю, что в его анализах вот именно это положение, которое сейчас видите, значится как равенство. У черных нет никаких проблем. Ну, он шахматист ответственный, начал здесь подолгу размышлять. В общем, выяснилось, что позиция не так проста, как, может быть, ему показалось. Если сыграть слон F5, то, в общем-то, белые игнорируют игнорируют угрозу пешки C2. Правда, все, конечно, не так просто, как я написал в онлайне. Ну, то есть, если верить мне, пишущему в онлайну, то многие сложные вещи кажутся простыми, но на самом деле, если как следует покопаться, они на самом деле все-таки сложные. Итак, смотрим. Ладья Е1, шах. Король бежит в асвоясе. Вот. Теперь конь E5. Белые, на самом деле, быстро отыгрывают пешку, но при этом они все-таки дают пару темпов черных. Конь E5. И вот здесь очень важный за черных момент. Надо срочно развить королевского коня и поставить его на C6. На самом деле, в активности черного короля есть две стороны. Конечно, когда большое количество фигур он подвергается опасностям, но чем меньше фигур, тем наоборот, этот король наливается силой и выясняется, что он просто намного активнее, чем белый король. В Эншпиле всем известно, что активность короля важный фактор. В общем, здесь четкого перевеса за белых я не нашел. Хотя, конечно, у них никак не может быть хуже. Вот. Но последовало более осторожно. Ферзь бьет E2. Взяли, взяли. Ну, здесь соперники стали развиваться по вполне понятной схеме. У черных есть единственная слабость на C5, но добраться до нее непросто. Ну, кстати, довольно удивительно, что удалось довольно быстро создать некоторые угрозы. Итак, конь F6, конь D2, 3-0. Ну, ход такой, вы знаете, выполняющий сразу две функции. Ладья входит в бой, и король, в общем-то, при случае защищает слабые пешки. Но, с другой стороны, король все-таки, еще раз повторяю, при большом количестве фигур рискует оказаться под ударами. Вот. Кстати говоря, я думаю, что Ананду можно было бы здесь подумать даже над каким-то откровенным ходом Ладья B1, чтобы потом А3-B4 играть, ну, а король прячется в зыбучую листву. Вот. Но, видимо, Виши здесь изначально, независимо от действий черных, наметил вот именно такое развитие фигура, которая оказалась, кстати, вполне здравой. Вот. Потому что Ладья по вертикали Е работает. Здесь, конечно, важно было понимать, что будет после рывка черного коня на B4. А не будет ничего хорошего для черных, потому что после того, как он исполнит свою заветную мечту, съест на C2, его, в общем-то, в конце концов съедают, причем, видимо, с прибытком для белых. Следует очень важный удар ладья бьет Е6. Теперь, если взять на 1, то эта ладья не только продолжает чревугодие, но еще остается живой. На король D7 следует конь Е5, а на король B7 следует конь А5 шахм, и потом конь погибает. Вот. А если съесть ладью, то тогда после ладья C1 черные теряют коня, у них остается ладья, ну и какая-то там несчастная пешка против двух фигур и совершенно безнадежной позиции. Совершенно. Разумеется, такие авантюры не к лицу Гельфанда. Он сыграл слон Е7, королев А1, ладья ЖЕ8. Ну, вот, пожалуй, ключевая позиция, о которой можно говорить часами, но я буду говорить коротко. Вот. Анан здесь довольно быстро сыграл слон А3, такой прямолинейный путь. Надавить на пешку С5 путь неплохой, но не исключено, что можно было рассмотреть иные возможности. Конечно же, А3 с идеей Б4. Вот это достаточно важная позиционная идея, опять-таки связанная с тем, что белые таким образом активизировали слона. Анан на пресс-конференции сказал, что ему не нравилась конь Д5, Б4, конь Б6. И я его прекрасно понимаю, но давайте посмотрим дальше. Мы же вправе рассмотреть, а потом сказать, ой, извините, не получилось, и вернуть ходы назад. Итак, конь А5, нападаем на С6, и в общем-то, в общем-то, хотим где-то поставить коня на Б3. Конь А4, здравое возражение, надо оттеснить опасного, потенциально опасного слона. Слон С1, слон Д5, пешком С6 защищаем, а белые, кстати говоря, совершенно не торопятся с какими-то приобретениями. Они продолжают давить на черную структуру. В случае взятия на Б4 неприятно, конь Б4, поэтому вроде бы надо играть слон Д6, то есть черные на самом деле создают ответную угрозу, например, слон Б2, слон Д2, и я так полагаю, что издалека, издалека могло показаться, что здесь у черных есть серьезные проблемы. Ну, действительно, структура рушится, а что делать им? Ну, вот я, конечно, безмерно уважаю обоих соперников, но если бы они издалека еще предвидели здесь ход слон Б2, то мое уважение возросло бы десятикратно. На самом деле, в данной ситуации этот вроде бы детский ошибочный ход имеет смысл, потому что Ж3, во-первых, не создает угрозы король Ж2, и, во-вторых, черные очень быстро спасают своего пешкоеда, продвигая пешку на Ж4. Например, если взять на С5, взяли-взяли, слон вернулся на Е5, позиция абсолютно неясная. Абсолютно неясная, и, в общем, интуитивно понятно, что, видимо, от этого Анант отказался не зря. А вот еще, что я хотел бы обсудить, аж как играть, собственно, черным, если белые примитивно сдваивают ладьи по вертикали Е. Например, конь Д5, ладья Е1. Что делать? Вся штука в том, что на конь Б4, на конь Б4 опять следует все тот же пригласительный билет, мол, съешь, пожалуйста, на С2, приятного аппетита. И после ладья Ц1 конь теряется. Что здесь делать черным, в общем-то, не вполне понятно. Ну, я сейчас не стану утверждать, что жертва качества на Е6 это такая вот актуальная угроза. На самом деле, у белых есть иные идеи. Они могут как-то пешки не торопясь надвигать, может быть, как-то конь с Д2 поскачет по прериям. Вот. Ну, а если конь Е4, ладья Е5, вот ладьи здесь могут по вертикали Е ходить и создавать какие-то легкие неприятности для черных, у которых все-таки ну, достаточно пусть и красивые внешне, но пассивное расположение фигуры. Непонятно, что им делать по большому счету. Вот. Мне кажется, что здесь ну, вот, примерное развитие событий в какой-то степени кооперативное. Вот оно показывает, что у белых есть хорошие перестройки. Слон на Д2 идет, на Ф4 и есть возможность надвигать пешки королевского фланга. Мне кажется, что здесь поприятнее все-таки позиция у белых. Слон на 3 тоже хороший ход. Вот. Вот после конь Д5, конь Д5 я полагаю, что действительно ход ладья Е5, который рассматривали и комментаторы на официальном сайте, я тоже изучал. Видимо, более амбициозно. Итак, здесь белые, во-первых, С2 хотят, и конь на Е4 скачет, чтобы пешку С5 огорчить. Ну, конечно, надо смотреть конь Б4. Здесь уже пешка на С2 висит всерьез. Взяли, взяли. Ну, вот, первое, что надо было рассматривать, это, конечно же, ладья А5. Идея подорвать структуру черных ходом А3. После чего, кстати говоря, обе ладьи атакуют черного короля. Ну, посмотрим дальше. Значит, король Б7, А3 взяли. Теперь сразу на А3 брать нельзя из-за выпада слом Б4. Белые должны играть ладья А4. Ну, вот, не знаю, видел ли издалека это анант, но на самом деле здесь у черных есть очень интересный ход А5. То есть, идея такая, чтобы поставить все-таки слома на Б4. Судя по всему, уничтожать эту пешку надо. Король С7. И у черных возникает идея ладья А8 или ладья Б8. А пешка на А3, между прочим, еще жива. Ну, давайте продолжаем. Конь С4. Белые наваливаются всеми силами, съедают эту пешку. У них одна лишняя, но после слона Б4, допустим, возвращение коня и слона Д5 возникает такая типовая ситуация, когда слоны все-таки посильнее коней немножко. И здесь, если фронт борьбы расширится, если черные, скажем, на королевском фланге еще что-то изобретут, то тогда может оказаться, что все у черных хорошо. В общем, не факт, что на эту позицию надо было идти белым. Вот. А если не ладья А5, то что? Я посмотрел здесь опять-таки банальную игру по центру. Ладья Е1. Ну, я предполагаю, что Анаду не нравилось, что опять вновь, как и во вчерашней партии, возникает соотношение два коня против двух слонов. Но если вчера это было почти безнадежное положение, то в данной ситуации, в данной структуре кони очень сильные, очень хорошие. У них есть опорные пункты, а черным слонам трудно разгуляться. И вот я здесь немножко подвигал эту позицию, посмотрел. Кстати говоря, очень важно не менять ладье, а сохранять давление. Мне кажется, что вот в этой ситуации белыми проще играть эту позицию. Коней активный, можно наступать на королевском фланге. А вот что делать черным? Ну, это есть загадка великая. Кстати говоря, если возникнет какая-то перспектива размена в партикале Е, белые всегда могут уклониться, поставив коня на Е5. Мне кажется, здесь у белых было поприятнее. А после конь Е4, как сыграл чемпион мира, в общем, ничего серьезного у него не получилось. Скумь Б4, ладья Е2, но здесь тоже совсем нет смысла брать на Б4, играть А3, там черные треснут на С4 и на А3. Ладья Е2, и вот очень важный момент. Здесь Гельфанд проявил свой недюжинный талант и тактическую сметку. Он молодец, он почувствовал момент, когда можно и нужно вызвать упрощение. Именно сейчас, именно в этот момент. Вот когда белый еще не подвелил ладью на Е1, когда, в общем, немножко в полупозиции находятся некоторые фигуры, размен на С4. Ну вот, в случае взятия пешкой Д, меня, конечно, смущал, и не только, судя по всему, не только меня, смущал удар Д3, но, правда, сразу он не проходит. Вот я посмотрел эту ситуацию. Теперь сразу Д3 играть нехорошо, ввиду ладья АЕ1, там белые захватывают инициативу. Но можно разменять одну пару ладей, и потом, ну, честно говоря, даже после размены на Е1, я не думаю, что у белых есть серьезные шансы на выигрыш, но можно все время третировать белых угрозой Д4, Д3, и, причем, опять-таки, не меняться ладьями, видимо, это повторение ходов. Последовало БЦ, и очень важный момент Ф5. Выясняется, что конь не может вернуться на Д2, ввиду, ввиду слабости пешки С2. Уходить на Ж3, ну, это, в общем-то, мазохизм, потому что на коня Ж3 смотреть больно, а конь на Б4, так или иначе, ну, достаточно силен. Поэтому размен на Б4 и ЦБ. В этот момент Гельфанд предложил ничью, ну, взяв немножко, некоторый реванш за вчерашнее предложение ничьей со стороны Ананда, то в той ситуации, когда на его месте мало кто из нас предложил бы ничью, в общем, полагается ждать, пока сильнейшая страна осознает, что она уже не выигрывает. Вот, но, тем не менее, это все, знаете, эти все полутона, они не имеют большого значения, ничего некорректного реально не происходило. Просто немножко неожиданно это все. Ананд тоже, видимо, не ожидал, он сыграл конь Д2, отказался от ничьей, а вот чуть попозже он неожиданно понял, что не все так просто. И вот после Ц5 он, конечно же, планировал здесь играть А3, ну, если не играть А3, то черное, вот как нарисовано стрелочками, подводит короля на Б6, и пешка идет вперед, играть А3 вроде бы надо. И, сделав этот ход, Ананд вовремя предложил ничью. Я подозреваю, что если бы на месте Гельфанда сидел бы Веселин Топалов, ну, этой замене, я думаю, Ананд был бы не рад. Так вот, Топалов на месте Гельфанда здесь, конечно, продолжил борьбу. Но для этого надо было посчитать следующий вариант. Я думаю, что как раз Ананд из-за этого отказался, и на ход ладья А5, вот кажется, что белые всерьез захватывают инициативу, черных пешки слабы, следует тонкий ход А6. Ну, ход достаточно очевидный. Вся штука в том, что, если взять пешку, то черные развивают не шутейную инициативу, очень сильную инициативу, за счет того, что угрожает не только взятие ладьи, но и мат на А1. И в случае ладья А1, слон С3, белая ладья разрывается между обязанностями. Собственно, надо держать пешку, а еще и угрожает мат. Но, если честно, я думаю, что здесь все-таки у белых полный порядок. Вот даже если пешка А идет далеко, вплоть до А3, вот можно так перестроиться, и на самом деле эту позицию можно держать. Нельзя забывать, что у белых лишняя пешка, и прорваться черным здесь не так это просто. Но я думаю, что можно продолжить все-таки борьбу какую-то за победу. А иная стратегия за белых заключалась в том, чтобы не брать на Ц5, а сыграть, например, Ж3 спокойненько, и блокировать эту пешку черных например на поле А5. Хотя может быть практичнее делать это на поле А4. Но вот смотрите, если ставим ладье на А5, здесь, конечно, немножко неудачная ситуация для белых в том плане, что фигура не ходит. И черные, например, могут в какой-то момент неожиданно прорваться на королевском фланге. Например, здесь сыграть Ж5. Взял, взял, и вот теперь ладья на А5, в общем-то, дурочка по большому счету. А вот черные ладья наоборот, наоборот, очень даже умные ладья, у которых есть чем заняться. В общем, в подобных вариантах белых ждали некоторые неприятности. В общем, на мой взгляд, Борису Абрамовичу следовало здесь проявить характер. Ну как, если тебе отказывают ничьей, и уже через пару ходов предлагают ничьей, надо было сказать, извини, родной, теперь я хочу поиграть, а вот добейся теперь этой ничьей. Ну так или иначе, он был настроен, настроен сегодня именно устоять. И этой цели Борис Абрамович добился. Вот, счет в матче остается равным, и остается всего лишь два поединка, и у меня есть серьезные подозрения, что будет тайбрэк. Ну что ж, поживем, увидим. С вами был гроссмейстер Сергей Шипов.